Британия Тут вот борщ наваренный у нас, печка растоплена, с утра все тепло. Был пьяный, просил у меня последнюю тысячу на алкоголь, я ему не дала, сказал, что это ребенку на молоко. Тут место для учебы, для занятия в свободное время. Россия это дышащая империя. Дышащая. Был когда-то святой Валентин, а вот выходит версия, что он гомиков женил. И зачем нам такие праздники, которые придумали, проказники? Так это не наш праздник, это там празднуют. Мальчики с мальчиками. День голубых что ли? Ну да, вот это они празднуют, а мы-то чего не будем праздывать. Вроде день влюбленных. Да нет. Считается, что это... Ну короче, не отмечаю все. Праздник голубых? Да, типа того. Мальчики с мальчиками там что-то? Ну да. Ужас, это пошло все от Запада, от Европы? Да. Чтобы мы тут все оголубили? Ну, наверное. Говорят, что день каких-то влюбленных. Да ну, вот это да. Маньяки что ли? Это уже черная полоса, она тут не прививается. Мы это... Мы нет. Мы всегда в напряжении, да. Бдим, блюдим. Вы знаете, мы русские, они очень любим этот праздник, в каком плане, наше поколение. Мы все-таки лучше День Петра и Февронии предпочитаем, который у нас в июле месяце. Вот, поэтому идем правильным курсом. За нами правда, а в правде сила, а значит победа. Бдим, блюдим. Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть Гаага, условное или конкретное, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за Кремлевской стеной подметает. Что от того, еще один район Киева останется без света или не останется, масштаб катастрофы, который обернется наша страна, если мы умудримся это сделать, он, ну, даже его представить себе нельзя. А мы не можем проиграть. Поэтому Гааги боятся в лес не ходить. Могут ли Путин, Медведев, Шойгу и другие военные преступники оказаться на скамье подсудимых Международного трибунала? Конечно, сейчас этот вопрос выглядит чем-то совершенно несвоевременным, надуманным. Как можно заставить ядерную державу отправить собственного президента на скамью подсудимых? Да эта держава скорее уничтожит весь остальной мир, чем примет такое унижение. И, как водится, все попадут в ад, а русские вестимо в рай. Куда же еще? Так сказать, в рай. А они просто сдохнут. Но я хорошо помню, как насмехались над Международным трибуналом в Гааге Слободан Милошевич и его соратники. Как Милошевич лгал в лицо Джозефу Байдену, тогда еще сенатору, о том, что Радован Караджич, Радко Младич и другие марионеточные правители боснийских сербов не подчиняются Белграду. Постоянная ложь. И что же? Прошло всего несколько трудных кровавых лет. И мерзавец Милошевич умер, так и не дождавшись приговора в камере презираемого им трибунала. А ты бестолково и насмехался надо мной. И Караджич, и Младич, чью безопасность обеспечивала, кажется, сама Лубянка, тоже оказались в тюрьме. Не в России, между прочим, а в тюрьме. Вот тебе пословица, не буди лихо, пока оно тихо. Скажут, что это все же не ядерная держава. Не нужно сравнивать. Но я хорошо помню и 1991 год, между прочим. Пресс-конференцию советского руководства об введении в отдельных регионах страны чрезвычайного положения. Вице-президент СССР, председатель КГБ, министр обороны, министр внутренних дел – все в этом комитете. Но и где они оказались через несколько дней? Нигде! В тюрьме, в лучшем случае, министр внутренних дел с простреленной головой и с убитой женой, в стиле Геббельса. Как Геббельс. Доблестный маршал в петле, ну и так далее. Такой сказочный конец. Еще помню, как один высокопоставленный чекист, после путча, получивший новое ответственное назначение, с улыбкой говорил мне. «Я же советовал Борису Карловичу в это не лезть, а он меня не послушался». И мне интересно, а есть ли сейчас те, кто советует нынешним Борисом Карловичем в это все не лезть, и уже планируют, кто из российских руководителей в урочный час будет найден с простреленной головой, кого повесят, а кто дружно выбросится из окна на заплеванную московскую мостовую. В лучших, так сказать, традициях российской государственности. Иначе к нему доктора придется послать. И зачистить все эти проблемы. Прелесть России как раз в том, что для расправы над ее неудачливыми руководителями не нужен никакой международный трибунал. Сами всех, кого нужно, пристрелят, повесят, отравят, собьют машиной, взорвут. Убивают, арестовали, наркотики, задержали, федеральный розыск. Романтика! Если государство на протяжении всей своей истории только этим и занимается, у его спецслужб все опять получится. В их профессионализме я совершенно не сомневаюсь. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели. Поэтому на месте Путина, Медведева, Патрушева, Шойгу и прочей нечисти я бы сам работал над созданием Международного трибунала по российским военным преступлениям. Я бы спланировал целую спецоперацию по его учреждению и уговаривал бы колеблющихся в ООН за него голосовать. Вот и все. Я бы находил опытных судей и отправлял бы к ним агентов службы внешней разведки. Нет, не для того, чтобы отравить. Остановитесь. А для того, чтобы под видом активистов уговорить их работать в этом трибунале и узнать всю правду об убийствах, грабежах и изнасиловании. Это очень важно. Словом, на месте Путина, Медведева, Шойгу, Патрушева и прочего отребья мировой политики я бы стал душой этого трибунала, его мотором, гарантией его появления и успешной работы. Потому что, Владимир Владимирович, гораздо приятнее провести остаток вашей бесполезной жизни в комфортабельной камере Международного трибунала, писать мемуары и читать сочинения Ильина, чем быть удавленным или расстрелянным собственными охранниками. Это больше надо вам. То, что вы ни о чем таком не думаете, не означает, что ничего подобного не может произойти. Борис Карлович тоже ни о чем таком не думал, когда соглашался стать членом ГКЧП. И Лаврентий Павлович ни о чем таком не думал, когда просто приехал на очередное заседание Президиума ЦК КПСС. А он был целый маршал Слубянки, а не какой-то там тусклый подполковник. Жизнь, боль, я боль. И Лев Давидович Троцкий, когда устраивал переворот, не думал, что все кончится ледорубом. Это хорошо все начиналось. И Григорий Евсеевич, и Лев Борисович, и Николай Иванович, и Алексей Иванович. Короче говоря, убили всех. И государь-император, которому вы так нелепо подражаете, стуча ножками. Но вы знаете, дом Ипатьева. Жена, дети, трейлины, врач, а дедушка-государя. Не буду углубляться в российскую историю отце-убийства и дето-убийства. Ведь в нашем политическом коде, на самом деле, до недавнего времени, лидер либо был покрыт грязью, либо уничтожен. Тут для того, чтобы от памятника одной жены, убившей ради короны собственного мужа, избавить восхищенных жителей прекрасного украинского города, понадобилась серия ракетных обстрелов. И это, заметьте, даже не в России. Это все дело наживное, как у нас в народе говорят. Но так уж Россия и правит. Сменяемость власти и пенсия бывают только в демократиях или хотя бы в стране элитного согласия. А вы, Владимир Владимирович, все это растоптали. Да, собственно, даже сейчас топчетесь. Поэтому вас давно уже хотят придушить или пристрелить или отравить. Хрен редкий не слащит. У ваших коллег богатая фантазия. Но в ее финале ни вас, ни ваших сподвижников ничего хорошего не ждет. Поэтому соглашайтесь на Гаагу, Владимир Владимирович. Желаю вам пожизненного. В состоянии эйфории от абсолютного превосходства, своего рода современного вида абсолютизма, да еще и на фоне низкого уровня общей культуры и чванства, тех, кто готовил, принимал и продавливал выгодные лишь для себя решения, ситуация начала развиваться по-другому сценарию. Субтитры создавал DimaTorzok